Девчонки, всем привет! Сегодня мы с вами говорим про супер простую вещь, которая завязана на нашем здоровье. Сегодня на моем канале 30+, мы обсуждаем тему женского репродуктивного здоровья. Я поделюсь с вами всеми теми навыками и знаниями, которые я добывала годами, работая вместе с различными докторами и сама практикую клиническую психологию с людьми, у которых, например, было ПМС, менопауза, ранний климакс и так далее. И в этом видеоролике я расскажу то, что я знаю. Возможно, под видео вы поделитесь тем, что вы знаете. Возможно, вы врач, возможно, вы практикующий гинеколог. Очень круто бы было. Я скажу так. Те ошибки, которые я видела у девочек, которые приходили в консультацию по неврозам, ранней менопаузы, климакса, каких-то других моментов, которые связаны в основном с стрессом. И, конечно, переедание, злоупотребление углеводистой пищей, хронически повышенный инсулин. Я не раз говорила, что инсулин – это анаболик, гормон роста. Он действительно запускает активный клеточный рост, формирует необходимые резервы в организме. И если у вас, конечно, есть такая проблема, нужно идти к целевому врачу и решать метаболическую ситуацию. Другой момент, конечно, семейная история. Как я говорила, каждый знает свое слабое местечко по генетике. У кого-то не очень классная история с эстрогеном. И другой момент – питание, окружающая среда и вода. Даже эти все вещи, они действительно влияют на гормональный статус. Пестициды, которые влияют на низкую физическую активность, избыток трансжиров, соя. Как правило, в этой ситуации фитоэстрогены не помогут, а мешают. И потом, соответственно, плюс еще один момент – это недостаточное потребление омега. Три – это 500 мг жирной рыбы в неделю. Надо обязательно съесть, заливаться, грубо говоря, рыбьим жиром. Я никому не пожелаю. Другой момент, многие девушки заменяют чай, кофе, заменяют обычную воду вот этими стимулирующими напитками, которые не очень хорошо влияют на… Многие знают, да, об этой истории. И любовь к обработанным продуктам, деликатесам, все эти колбаски, магазинные сосиски – это уродство, которое продают в этикетках. Почему я так говорю? Потому что я знаю, насколько здоровое питание может влиять на репродуктивные органы. То есть, грубо говоря, это прям прямая связь. При определенных нутриативных дефицитах, там цинка, селена, магния, ферритина, железо, в общем, начинаются всякие неблагоприятности. Конечно, тут-то еще контроль жира в рационе и количество, и глютен, молочные продукты. У людей, у которых повышенная чувствительность на них, им просто их нельзя пить. Любые аллергии, вот у меня, например, была хроническая аллергия, это вызывало проблемы с ЖКТ. Поэтому очень важно обращать на это внимание. В общем, жирная, холодноводная рыба тоже важна. Источники витамина С и Е супер важны. Инак цистеин – это модифицированная форма природной аминокислоты цистеина, которая эффективно борется с окислительным стрессом. Продукты с высоким содержанием цистеина – это яйца, горох, семечки, чечевица, фасоль, брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук, зеленый чай, он богат полифенолами. Особого просто подкласса катехинами они оказывают положительное воздействие на здоровье женской репродуктивной системы. И, конечно, сфератрол – наш любимый родной полифенол, который содержится в винограде, арахисах, красных ягодах, вине. Куркума классно работает. Источники магния – это бананы, авокадо, шпинат, семечки, тыквы, подсолнечника, орехи. Подводя итоги, можно сказать следующее – мы, как правило, не замечаем это, постоянно живем в какой-то избыточной истории. И здесь очень-очень важно работать просто не только с головой, но и в отношении того, что вы получаете. Если есть нарушения, да, очень важно работать со стрессом. Просто, если у меня менеджмент, у меня был отдельный видеоролик. И, конечно, подводя итоги, можно сказать следующее – мы, как правило, не замечаем, что постоянно живем в избыточной стимуляции организма. Перестимулировать тоже себя не нужно. Про питание я сказала – это очень важно. Источники магния, куркума, рассфератрол, зеленый чай, продукты с высоким содержанием цистеина, вам назвала, да, все это важно. Можно просто витамин С, витамин Е, жирные кислоты, убрать максимально трансжиры, все полуфабрикаты – это яд, просто яд. Сладкое в количестве превышающих 6 чайных ложек сахара в день – тоже не очень круто. И вообще любое переедание – это не очень круто. Недостаток воды нужно тоже убирать, потому что очень важно, чтобы наши клеточки обменивались. Это если так по-простому, а глубоко, конечно, вам расскажет доктор. Просто вот эти начала самые, не нужно идти к психологу, к психотерапевту, если не знать вот этого. Скольким девочкам, которые у меня были в консультациях, я объясняла простые правила, что можно отпускать пятой пяткой левую ноздрю до того момента, пока не увидишь то, что реально происходит в твоем организме. Всего не увидишь, конечно, то кислотность снижена, то желчный недорабатывается, ну, как у всех, но это нормально. Но главное – все равно уделяйте тому внимание. Подписывайтесь. Люблю вашу Алена.